Президент Армении Армен Саркисян Президент Армен Саркисян Президент Армен Саркисян также провел телефонный разговор с Николом Пашиняном и поздравил его с назначением на должность премьер-министра. Президент пожелал правительству Армении успехов и плодотворной работы в деле решения многочисленных проблем, стоящих перед страной, на благо и во имя развития Армении, благополучия народа и обеспечения безопасности государства. В Министерстве обороны Армении в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе посольства РФ и назначением нового атташе состоялась встреча министра обороны Аршака Карапетяна с чрезвычайным и полномочным послом РФ Сергеем Копыркиным. В ходе встречи был обсужден широкий круг двустороннего военного и военно-политического сотрудничества, в том числе текущие вопросы, представляющие взаимные интересы. Корни Нагорно-Карабахского конфликта давние, простого решения он не имел тогда и не имеет сейчас. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в своей статье «Понять перестройку, отставить новое мышление», опубликованное в журнале «Россия в глобальной политике». «В этот период, с 1987 по 1988 годы, я стремился выработать единый демократический подход к межнациональным спорам. Суть его заключалась в том, что национальные проблемы могут быть по-настоящему решены только в общем контексте политической и экономической реформы», отметил Горбачев. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту обстрела армейского автомобиля азербайджанскими военными. Инцидент произошел 31 июля около 18.30. Азербайджанские ВС обстреляли грузовик ЗИЛ, за рулем которого находился военнослужащий контракт. Водитель не пострадал. На юге Азербайджана, в Ярдымлинском районе, второй день тушат лесной пожар. Как передают местные СМИ, по данным МЧС, в тушении пожара также принимают участие местные жители. С утра вторника задействован один вертолет авиационного отряда МЧС. Член сборной Армении по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион Артур Алексанян стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В финале по греко-римской борьбе в весовой категории 97 кг Артур Алексанян уступил спортсмену из команды Олимпийского комитета России Муся Евлой. Таким образом, Алексанян стал первым спортсменом независимой Армении, имеющим олимпийское солото, серебро и бронзу. В знак протеста против несправедливого судейства Алексанян отказался надевать серебряную медаль. Также судьи украли победу у армянского борца Карапета Чаляна, отдав бронзовую медаль азербайджанцу Рафику Гусейнову. Заявив, что Чаляна якобы ударил Гусейнова, судьи присудили победу последнюю. Член сборной Армении под тяжелой атлетикой Симон Мартиросян стал серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон отметил важность демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Согласившись с этой идеей, премьер-министр Армении подчеркнул, что армяно-азербайджанская граница и урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта никоим образом не пересекаются. Он повторил предложение о размещении миссии наблюдателей ОДКБ вдоль границы или в случае невозможности последнего развертывания наблюдательной миссии странства-председателя МГОБСЕ. МГОБСЕ.